Инспирия Марина Чуфистова Под грушевым деревом Читают Анастасия Кумбороски, Виктория Романова, Денис Красин, Всеволод Богомольный, Кирилл Долгов, Татьяна Мазурко, Алексей Донков, Полина Ртищева, Ольга Богданова, Никита Крахмалёв, Саша Белая и Анастасия Салова. Суженный Нина была младшим поздним ребенком. Двое старших братьев погибли в годы войны. Она их не знала. Нина с детства любила готовить. И мать учила ее правильно ставить опару на хлеб, замешивать тесто. Во всей деревне знали, что лучшая выпечка у пановых. Особенно удавались пироги с грушей. Но секрет был в печи, которую отец Нины вместе со своим отцом сложили по особой схеме, которая потом была утеряна. Вечерами мать вязала, а Нина читала. В деревенской библиотеке, что помещалась в том же доме, что и почта, Нина перечитала все, что могло ее интересовать. Конечно, как и любой девушке, мне не нравились истории о любви. Романтической любви, не о любви к родине. Летом у Нины почти не было свободного времени. Нужно было заготовить сено на зиму для зорьки, закрыть огурцы, помидоры, сварить повидло из груш и яблок, варенье из абрикосов. Иногда Нина купалась в речке. Пологий берег, большие деревья и мерное журчание воды притягивали к себе отдыхающих из соседних городов. Задний двор дома Нины выходил к реке. В детстве они ныряли с небольшого мостика, к которому вот уже много лет была привязана ржавая лодка. Однажды Нина мыла посуду после готовки. Речка за лето так измельчала, что мостик оставался на берегу. На той стороне, в тени кленов, она увидела парня и девушку. Они приехали на мотоцикле, взяли с собой плед и корзинку с едой. Они смеялись, плескались в прохладной воде, которая так приятно освежала уставшие руки Нины. Она украдкой посматривала на молодых людей и представляла себя на их месте. «Извините!» — крикнула девушка Нине. Нина подняла голову. «Извините, а вы продаете молоко?» «Нет, не продаем!» — крикнула Нина в ответ. «Но я могу вас угостить!» Ребята собрали вещи, сели на мотоцикл, он взревел. Через несколько минут они стояли у калитки. Нина вынесла кружку и банку с холодным молоком утреннего надоя. Парень пил жадно. Девушка сделала несколько глотков. «Какое вкусное!» — сказала девушка. «Не то что в магазине!» — ответил парень и подмигнул Нине. Нина покраснела и опустила взгляд. «Вы откуда?» — спросила Нина. «Мы из Александровска!» — ответила девушка. «Искали, где можно на природе отдохнуть и заехали сюда». Они выпили еще покружки, сели на мотоцикл и уехали. Нина какое-то время смотрела на пыльные клубы. Она думала о том, каково это — вот так беспечно разъезжать. Когда живешь в деревне, нет разницы между буднями и выходными. В воскресенье зорьку также надо подоить в четыре утра и к пяти выгнать в стадо. Вычистить навоз, насыпать зерна куром, собрать яйца. Пойти в огород, пока солнце не сильно жарит, вырвать сорняки. К девяти часам уже выполнить большую часть работы по двору и приготовить завтрак для себя и матери. Она совсем сдала в последнее время. Все больше лежит. В одно летнее утро Нина закончила домашние дела, вышла за калитку, глубоко вдохнула чуть сладковатый деревенский воздух и отправилась к соседке. По утрам Нина навещала бабу Нюру, одинокую старушку, что жила на конце улицы. Мать не одобряла их дружбу, но дружить Нине все равно хотелось. Подойдя к калитке, Нина заметила, что дверь в дом закрыта. Обычно в это время баба Нюра уже вовсю хлопочет по двору. Нина осторожно поднялась по ступенькам к двери и постучала. Никто не ответил. Недолго думая, она толкнула деревянную дверь и вошла. Темнота и спертый воздух сразу навели на мысли о самом страшном. Но привыкнув, Нина заметила, что в углу у образа горит лампадка, чего не было раньше. Баба Нюра никогда не ходила в церковь, не постилась и не пекла куличи на Пасху. Ничай приснился. Баба Нюра в ночной рубашке с растрепанной седой косой сидела за столом, накрытым кружевным платком. Перед ней лежали засаленные игральные карты, сверху пиковый король. «Баба Нюр, ты чего так пугаешь?» «Помру скоро». «Да будет тебе», — махнула Нина и открыла окно, впуская утреннюю свежесть. «Что ты там уже нагадала?» Нина поставила пирожки на стол, села напротив и посмотрела на карты. «Ты знаешь, куда делась его жена?» Спросила Баба Нюра, глядя на лампадку. «Деда Мити? А Левтина?» Удивилась Нина. Она умерла от рака много лет назад. Баба Нюра снова посмотрела на карты, покачала головой и начала рассказывать. «Мы с Алькой вместе выросли. Подружками не разлей вода были. Мамка ее часто говорила, что я ей как вторая дочь. Я-то без мамки выросла, с отцом. Все равно, что сирота. Алька грустила, и я грустила. Я радовалась, и Алька радовалась. Вот как мы дружили. А когда она за Митьку этого пошла, связь наша словно тоньшея стала. Я думала, ну да и ладно, все-таки жена теперь. Поди, некогда дружбу водить. Мужу надо угождать. А только как не встречу ее, все глаза отводит. А то и вовсе в другую сторону начинает идти. Да так быстро, что я и догнать не могу. А я девка шустрая, быстрее пацанов бегала. Разладилась наша дружба. Когда мамка ее померла, Алька даже пирожков поминальных не принесла. Не хотела я обижаться. Нехорошо это. Думаю, пусть живет себе мирно. Не виделись мы всю зиму, а весной смотрю. Она пузатая. Так мне тепло на душе стало. Я-то в девках решила жить. Сколько я от отца натерпелась, на несколько жизней хватит. А тут смотрю. Счастье-то женское так и светит из нее. Я даже свечку в церковь снесла, чтобы все хорошо было. Летом мальчик родился. Вовкой окрестили. Такой славный, чернявенький мальчуган. Как не посмотрю на него, так сразу сплюну, чтоб не сглазить. Алька без отца росла, погиб на фронте. Всегда хотела сыночка. Я тогда в Александровске работала. Наведывалась на выходные дом проверить. Однажды приезжаю, а мне говорят, что Алька пацана своего к родителям Митьке отправила. В километрах в сорока. Что, мол, там у них жизнь интереснее, детей много, а у нас деревня вымирающая. Я тогда удивилась, ведь родители его даже на свадьбу не приехали. Синокос был в самом разгаре. Ну, думаю, матери виднее. А только как не приеду, так Алифтина бледнее смерти ходит. И все к реке спускается и глядит долго-долго. Я как-то не выдержала, плюнула на гордость и подошла к ней. Она не узнала меня сначала, а потом давай обнимать и целовать, совсем как в детстве. Мы и посмеялись, и поплакали, вспоминая былое. Черт меня дернул спросить, зачем она Володьку увезла. Алька вся побледнела, осунулась тут же и молча побрела домой. Я тогда пошла к Митьке на почту. Там он на машине работал. Нашла его и дава ему выговаривать, что он Альку обижает. Он покраснел, кулаки сжал, желваки так и ходили. Тогда его уже прозвали Нечаем, сильный был. Я стою ни жива, ни мертва, думаю, ну и не такое терпела от отца, и тут стерплю. А он глядел, глядел, а потом только сказал, ну, ведьма, и вышел. Я уехала в город, а у самой душа не на месте. Взяла отпуск и вернулась в деревню. Нечайка к ни в чем не бывала, а Алифтины нигде нет. Я подгадала, когда он уехал с почтой, а сама к ним домой. Нет там Альки. Я к соседкам. Сказали, Алифтини стало плохо, увезли в областную больницу. Не поверила я. Карты разложила. Пиковый король выпал. У меня так все и оборвалось внутри. Вышла из дома, села на лавку и стала ждать Митьку, не чая. Спросить на чистоту. Дождалась, допросила. Да, Алифтини стало плохо. Рак у нее нашли. Да поздно. Лежит теперь в хосписе, а он ее навещает по выходным. Не могла в ту ночь уснуть. Неспокойно было. И воздуха не хватало. Я вышла. И ноги сами понесли к речке. Встала я на мосточке, откуда мы детьми ныряли. Смотрю. А на черном дне Алька лежит. Вся в белом. Волосы развиваются. И камни на груди. Я, не думая, сиганула в воду. Небо звездное было. Хорошо все видно. Сколько я не пыталась, не нашла Альку в воде. Привиделась. До зари сидела у воды. А утром не чай пришел на речку купаться. Разделся до гола и зашел в воду. И так долго под водой был. Думала, утопился. Потом вышел, не стесняясь меня. Оделся и пошел домой. Через неделю Альку привезли. Похоронили рядом с мамкой. Ни Володьки, ни родичей, ни чая не было. Странная эта история. Покоя мне всю жизнь не давала. А сегодня снится ни чай и говорит, что это я Альке завидовала и наслала порчу. Что и муж у ней негодяй, и сын выродок, и сама она несчастливая. А я у него спрашиваю, не он ли Альку в реке утопил. А он смеется и все повторяет. Судьба у твоей подруги тяжелая. Баба Нюра замолчала. Нина не знала, что сказать, а только смотрела на карты на пикового короля. — Судьба тяжелая, — повторила Баба Нюра. Нина хотела уже встать, но Баба Нюра схватила ее за руку и быстро заговорила. — Ждет тебя дорога. Скоро и жених появится. Но не иди замуж, а то тяжело будет. Лежать будешь, как на дне придавленная. — Баба Нюр, ты это... Поешь пирожков, пока горячие, а я завтра зайду. Нина высвободила руку и вышла. В гадание она не верила, но все равно порадовалась предсказанию скорой дороги. Может и правда получится уехать в город. На следующее утро Нина отправилась к Бабе Нюре, прихватив свежего молока. Дверь снова была закрыта. Нина уже не так испугалась, спокойно толкнула и вошла. В доме было прибрано. Нина всегда укоряла Бабу Нюру за нечистоплотность. Куда ни прикоснись, все казалось липким, особенно ее карты. Теперь же пол скрипит под ногами от чистоты. Даже окна вымыты и занавески постираны. Стол накрыт чистой скатертью, Баба Нюра ее всегда берегла. И в центре стола в вазе пирожки, что Нина вчера принесла. — Баба Нюр! — крикнула Нина. — Ты чего это? Женихов ждешь свататься? Нина засмеялась в собственной шутке. Лампадка так и горела. Нина прошла во вторую комнату и замерла. На кровати лежала Баба Нюра в похоронном облачении. Белое платье, белые мягкие туфли и венок. Она непременно с венком из пластиковых ромашек хотела в гробу лежать. Нина подошла ближе. Баба Нюра лежала словно живая. Казалось, румянец на щеках проступил и улыбка на губах играла. Нина потрогала покойницу за руку. Холодная. Нашла зеркало, поднесла к носу. Ничего. Села на стул у кровати и заплакала. Нет больше у нее подруги. Нина погладила Бабу Нюру по волосам. Та их помыла, расчесала и в гладкую косу заплела. Баба Нюра часто говорила о своих похоронах, готовилась. Нина вспомнила наказы подруги. Нашла в шкафу узелок, в нем были деньги и письмо. Нина, поезжай в город, мать твоя скоро умрет. Поступай учиться на повара. Всегда сыта и при деньгах будешь. Замуж не выходи, задавит тебя муж. Будь здорова, как похоронить меня знаешь. На могилу не ходи. Деньги тебе. На дом в городе. Нина пересчитала деньги. Наверное, несколько лет копила. Спрятала конверт в карман, записку выбросила. Вскоре пришли соседки обмывать тело. Баба Нюра оказалась чистой. Похороны прошли тихо, без лишних ритуалов. Уже на кладбище, перед тем, как заколотить крышку гроба, баба Нюра словно улыбнулась, сверкнув серебряным зубом. Старушки тут же перекрестились, а мать Нины побледнела и чуть не потеряла сознание. Нина успела подхватить. Бросили по горстке земли и пошли поминать. Тем же вечером мать Нины легла и уже не вставала с постели. Приезжал доктор из города, но лишь развел руками и посоветовал молиться. Нина молилась ночи напролет. И сама себя укоряла за то, что поверила в гадание. Она молилась и просила Бога, чтобы тот сохранил матери жизнь, а она взамен никогда не уедет из деревни. Но Бог не внял молитвам Нины, и через три дня мать умерла. После похорон распорядок дня не изменился. Нина также рано вставала, доела зорьку, кормила кур, пекла пирожки и читала по вечерам. Так прошел остаток лета. Соседи помогли с заготовкой сена на зиму, но Нина чувствовала, что надо продавать зорьку и уезжать в город. В деревне ей места нет. За советом Нина обратилась к начальнику почты Алексею Ивановичу. Он приехал в их деревню из Сибири, был грамотным и начитанным. Детей у них с женой не было, но держали полный двор живности. Нина предложила забрать зорьку и курей в обмен на помощь с переездом в Александровск. Небольшой городок в ста километрах от деревни, не сильно далеко, чтобы иногда приезжать. Начальник почты согласился. Через две недели Нина ехала в автобусе в Александровск. Алексей Иванович помог ей поступить в кулинарный техникум, хотя занятия уже две недели как начались. Как он это устроил, она так и не узнает. Он и за домом согласился приглядывать, пока Нина не решит, что делать. В Александровске Нина сняла комнату, не без помощи все того же начальника почты. У тети Шуры, одинокой женщины, бывшей пленницы рабочих лагерей. Она не вышла замуж, не родила детей. С Ниной они сразу подружились. Нине не хватало материнской нежности, а в тете Шуре ее было с избытком. По совету тети Шуры Нина положила деньги, что остались от матери и бабы Нюры, на сберкнижку. Днем она училась в техникуме, а вечерами они с тетей Шурой пили чай и подолгу разговаривали. Тетя Шура рассказывала о том, как в войну ее, совсем девчонку, немцы угнали в трудовой лагерь. В лагере Шура познакомилась с Густавом, австрийским офицером. Это была любовь с первого взгляда. Война закончилась, и Шура вернулась домой, а связь с Густавом потерялась. Шура чувствовала, что он вернулся в родную Австрию. Нина не уставала слушать рассказы тети Шуры о молодости и о большой любви. Она ложилась спать в своей маленькой уютной комнате и мечтала о будущей жизни. Время близилось к зиме, учеба в техникуме Нине нравилась. У нее появились подруги, но она редко ходила с ними гулять. Нина спешила домой, чтобы помочь тете Шуре по дому. А в выходные к тете Шуре наведывались соседки, и тогда Нина с упоением слушала истории их молодости. Однажды подругам все-таки удалось уговорить Нину пойти в клуб на танцы. Приехали музыканты из области. Нина надела платье, которое они вместе с тетей Шурой купили в магазине, накрасила губы и подкрутила щипцами свои тонкие волосы. Нину нельзя было назвать красавицей. Живя в деревне, она об этом не задумывалась. Для соседок-старух ее молодость была лучшим украшением. Но, переехав в город, Нина поняла, что у нее ничем не примечательная внешность. Тонкие русые волосы едва доставали до плеч. Серые глаза обрамляли бесцветные ресницы. Фигуры почти и не было. Ноги, напоминающие букву Х, плоская талия и сутулые плечи. Гордиться Нина могла разве что кожей без прыщей. Многие восемнадцатилетние сверстницы не могли похвастаться чистой кожей и тщательно маскировали это толстым слоем тонального крема. В клубе было жарко. Подруги разбрелись, приветствуя знакомых. Нина осталась в одиночестве. Она разглядывала танцующих и их наряды. Платье Нины вышло из моды, поэтому она поглубже спряталась и наблюдала за пестрой публикой. Внимание Нины привлекла шумная компания, вошедшая в зал. Молодые парни и девушки казались Нине совершенно из другого мира, как когда-то на реке пара на мотоцикле. В этой компании Нина сразу заметила его. Он громко говорил густым басом. На нем была пестрая рубашка, каких никто больше не носил. Брюки казались уже, чем это было дозволено, и бляха на ремне начищена до блеска. Он обнимал за тонкую талию рыжеволосую красотку с красными губами. Они танцевали так, как Нина еще не видела. Нина отметила, с каким обожанием на него смотрят девушки. Он был высоким, русые волосы зачесаны назад, карие глаза блестели. Разрешите пригласить? Нине протянул руку невысокий молодой человек в толстом свитере и очках. Нина хотела отказаться, но не знала, как это правильно сделать, поэтому приняла его руку, мокрую и холодную. ей хотелось, чтобы песня поскорее закончилась и она смогла вернуться в свой уголок, а может и вовсе уйти домой. Но песня была невыносимо долгой. Нине ничего не оставалось, как осторожно двигаться и иногда поглядывать по сторонам, ища подруг. Но что-то ее планы нагло нарушило. сама не понимая, как она оказалась в паре с высоким незнакомцем в пестрой рубашке. Илья был старше Нины на 10 лет. После школы окончил шоферское училище и развозил на грузовике хлеб. Он жил с родителями, поэтому большую часть денег тратил на себя. Купил мотоцикл и мечтал об автомобиле. Нину он заметил случайно. В клубе, где он танцевал с веселой и красивой Катей, кто-то наступил на его новый ботинок. Илья решил проучить недотепу, поэтому оставил Катю в недоумении, а сам схватил за руку Нину и прижал к себе. Нина не была в его вкусе, но желание мести в нем было так сильно, что он до конца вечера не отпускал Нину от себя. К тому же ему нравилось, как Нина краснеет. Он сразу понял, что эта девушка не частый гость в таких местах. Про красивую и веселую Катю он все уже знал, а вот Нина для него была неразгаданной. После танцев Илья вызвался проводить Нину до автобуса, чем вызвал недоумение не только у самой Нины, но и у всех друзей. Катя от обиды искусала губы до крови. Нина, вернувшись к тете Шуре, решила не рассказывать про Илью. Все, что произошло в клубе, казалось не более чем случайностью. Но перед сном она в мельчайших подробностях припомнила все события вечера. И карие глаза Ильи, и широкую улыбку, и крепкие руки. Она краснела и улыбалась сама себе, а утром встала перед зеркалом и долго себя разглядывала.